Всем привет! Сегодня у нас распаковка вот такой большой посылки с магазина Banggood. И в этой коробке у нас квадрокоптер E-Chain Pioneer E350. Это первый квадрокоптер компании E-Chain таких размеров, обычно делают гоночные квадрики поменьше, а это их первая проба большого квадрокоптера. Квадрокоптер построен на аналоге контроллера АПМ, то есть есть GPS в нем, возврат домой, фейлсейф по заряду аккумулятора с возвратом домой, либо посадкой и режим стабилизации. Давайте открывать коробочку. Коробочка очень стильная, качественная, такая все черная. Нарисуем по-настоящему изображение самого квадрокоптера. И тут такая упаковочка, все раз положено по маленьким коробочкам, и давайте по порядку пяти. В первой коробке у нас, я так понимаю, что это зарядное устройство с европейской вилкой. Это плюс. И сама зарядочка такая в форме головы Бэтмена. Поддерживает зарядку двух-баночных и трех-баночных аккумуляторов. Также можно заряжать липо-аккумуляторы, литий-феррум и никелевых аккумуляторов. Кнопочка старт на зарядке. Такая зарядка на первое время. Конечно, нужно будет приобрести зарядку получше, но это уже потом. Это мой первый квадрокоптер серьезный. Для этого у меня была только Сима. Так, давайте мы следующую коробочку. Такая она двойная. В этой коробочке у нас ноги квадрокоптера. Дальше идем. Пропеллеры. Два оранжевых, два черных. Я так понимаю, что они просто разного вращения, по цветам отличаются. Пропеллеры 90-45. Также подходят пропеллеры DJI Phantom. Так, давайте дальше. В коробочке лежит болтики для установки подвеса, я так понимаю, и шестигранник для их вкручивания. Подвеса в комплекте нет. Он покупается отдельно, но есть специальный квадрокоптер. Так, дальше идут проводки для подключения подвеса и дополнительной периферии. Также в этой коробочке проводок microUSB для подключения квадрокоптера к компьютеру. Эти коробочки бросать вниз уже. Так, идем дальше. Давайте пока вот эту коробочку в сторонку уберем. Достанем туда побольше и тут больше ничего нет. Коробочку в сторонку. И в этой коробке у нас, так понимаю, должна быть аппаратура. Упаковка такая, как яйца упаковываются. Картон. Очень плотный картон, все очень плотно. И поэтому, я думаю, квадрокоптер будет целый. С ним ничего в полете не произошло, пока он к нам летел. Кстати, дошел он ко мне где-то за 9 дней. ЕМС почтой. Сейчас на Венгуде действует акция на покупку этого квадрокоптера. Очень плотно сидит. Очень плотно. Так. Да, это аппаратура. Ну, конечно, после Симовска это супер серьезная аппаратура. Ну, так я думаю, что... Так. Есть кнопочки. Ход стиков, конечно, не Симовский. Посерьезнее все. Так. Тумблера. Приключение полетных режимов. Крутилки управления подвесом. Питается она. Вот, четырех пальчиковых аккумуляторов. Очень такая большая после Симовской. И смотрится серьезной. Ну, я так понял, что на самом деле это не настолько серьезная, но... Для меня, для новичка она супер серьезная. И тут вот, смотрите, повреждения коробки. Что-то я боюсь, что все-таки... Так. Вот он, красавец. Так. Инструкция. На английском языке полностью. Это большой плюс. Это все хорошо. Так. Здесь все более-менее подробно. Также к водокоптеру можно получить программу Mission Planner. Аккумулятор уже вывалился. Докрутился. Давайте посмотрим сам квадрокоптер вначале. Нет, все-таки не получил он повреждения. Чуть-чуть вот. Попробую потёрст. Вот так он выглядит. Чуть-чуть коробочку подвинь. Очень классный внешний вид. Сверху такой... То есть... Мягкий пластик. Снизу обычный пластик. Разъем microUSB. И для получения периферии, подвеса и так далее. Кстати говоря, ноги у квадрокоптера крепятся быстро. Без отвертки, без ключей. А просто обычными винтиками. Руками. Так. Вот такой он. Красавец. Моторчики стоят... Соответственно, безколлекторные. Это понятно. 2212-980 кВ. На самих моторах ничего нет. Так. Достаточно серьёзный. Ну, для меня он кажется вообще суперсерьёзным квадрокоптером. Хотя я уверен, что... Так, ещё виднеется ещё один microUSB разъём. Разъём для батареи XT60. Давайте батареечку посмотрим. Батареечка у нас на 2200 мАч. Трёхбаночная. Небольшая. Но в этот квадрокоптер влазит гораздо большие батареи. Могу вам показать. То есть, эта батарея туда проваливается. Ну, давайте сейчас соберу вам. Покажу его в сборе. Запускать его не получится сегодня. У нас погода нелётная. Мороз, ветер. Ну, сейчас соберу и продолжим. Вот так вот я установил ноги. Пропеллеры в доме я установить не буду, потому что это небезопасно. Всё-таки серьёзная техника и могут быть травмы. Так, включаем питание. Заработала подсветочка. Так. Давайте включим аппаратуру и попробуем включить винты. Вот и запустил. Чтобы заблокировать винты. Надо подержать влево, чтобы запустить моторы. Подержать вправо вниз. Вот он заработал. Давайте-ка. Ага. Надо ещё успеть нажать на газ. Смотрите, всё продумано. Да, все моторы работают. Закрутятся. Давайте заблокируем. Ну и всё. В следующем видео вы увидите полёты на этом квадрокоптере. Если погода наладится. Как только погода наладится, я сниму про него более подробно. Также мне на него идёт телеметрия. Это для подключения к телефону, к компьютеру. Без проводов. И давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был канал CanBeHot. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...